Денис Катаев работает в буфете Завьяловской больницы, но ему приходится быть в опасной зоне, приносить пищу пациентам с коронавирусом. Ковид-центр на 118 коек открылся на базе стационаров Завьялова в апреле. Здесь лежат больные со всей республики. Нам привозят еду, мы налить и поднимаем в грязную зону и там уже распределяем по отделениям. На вакцинацию от ковид-19 пришел, говорит, не ради себя, а чтобы защитить своих близких. Но после тщательного осмотра Денис получил методвод. Малейшее недомогание может стать причиной отказа в прививке, говорит терапевт Ирина Шикшина. Она тоже из красной зоны и тоже пройти вакцинацию сегодня не смогла. На сегодняшний день я эту прививочку должна буду отложить, потому что я переболела в октябре. То есть прямо сейчас мне ее ставить нельзя, но в будущем я планирую ее поставить обязательно. То есть мы титры антител посмотрим, какие. Если они будут снижаться, соответственно, хочется поставить прививку, потому что болезнь нелегкая, непростая. И хочется себя защитить. Прививки от ковид поставили уже более 300 медиков Удмуртии. В республике сегодня открыто 60 пунктов вакцинации. Они работают во всех районах и городах. В каждом есть и подготовленный персонал, и необходимое оборудование. Храниться вакцина может только при минус 18 градусов в специальном морозильном ларе. Мы ее размораживаем на этом столе. Смотрим, в течение получаса она размораживается. Смотрим, чтобы мы ее не встряхиваем. Она очень у нас нежная, поэтому ее встряхивать, как другие вакцины, нельзя. Через три недели те, кто сегодня прошел вакцинацию, снова будут ждать в прививочном кабинете. Наведение второй дозы препарата. Ну, я работаю в красной зоне. У меня очень большой риск заражения. И как-то, думаю, надо поставить. Как ощущения? Как себя чувствуете? Нет, не болезненно, все хорошо. А в ближайшее время в Удмуртии смогут вакцинировать от ковид еще 1400 человек. Мы получаем вакцину. Вакцина обязательно проверяется, как она транспортировалась, какой пакет документов. Разрешена ли она к использованию, введена в гражданский оборот. И только после этого организуется работа с пациентом. Соответственно, мы посмотрим все эти условия. И с понедельника начнем работу уже непосредственно с гражданами, то есть с работниками образования. Вакцинацию педагогов и социальных работников планируют в Удмуртии начать в январе. А вот прививать медиков от опасного вируса будут и в новогодние праздничные дни. Светлана Буланова, Василий Хохряков. Новости.